всем ассалам алейкум доброго времени суток сегодня у нас обзор будет два в одном то есть будем обозревать прицел оптический дискавери сейчас откроем покажем и карабин нарезной курбатов армс 308 калибре r710 называется сперва давайте распакуем прицел нам отправили на обзор фирма дискавери она уже многим известно не первый год в россии давно уже продают люди покупают стреляют очень хорошие прицелы важный плюс учитывая стоимость этих прицелов недорогую держат отдачу нормальный калибр она держит без проблем так вот у нас прицел комплектация как всегда салфетка инструкции гарантии потом в комплекте у нас идут кольца кольца на планку пикатин сам цел все в поролоновой коробке не ломалась не трескалась вот такой прицел довольно таки массивный прицел называется е-эт-прс-ген-2 ссылка на прицел обязательно будет в описании и в закрепленном комментарии катность 5 от 5 до 25 56 объектив прицельная сетка на первой фокалке это самый такой важный плюс потом подсветка 6 уровней что вот хорошо между уровнями можно отключать вот шестерка отключил пятерка отключу это очень хорошо не нужно прокручивать какую-то нужную нужное значение сразу можно между делением отключать потом тактические барабанчики обнуляемые зеро стопом очень так приятно щелкается как будто на прицелах дорогих как на vortex как на night force вот реально вот там тоже вот такие же щелчки на ощупь потом зеро стоп то есть можно прицел пристрелять пристреливается в ноль на определенную дистанцию снимается ставится там кольца бывают чтобы у вас прицел больше вниз он не невозможно было его отключать то есть зеро стоп можно уже дальше вверх вниз по дистанции уже регулировать так кратность у нас управляется вот как обычно от пятерки до 25 сетка давайте попробуем показать сетку стандартная елочка центральный крест он подсвечивается красным цветом остальное это елочка программа стрелок про отстройка от параллакса тоже находится у нас слева рядом с подсветкой от 100 до бесконечности 100 200 500 и до бесконечности в комплекте также у нас они подожди здесь на 50 и меньше на 25 начинается в ярдах это в комплекте откидные крышки передняя и задняя тоже очень хорошо как и нас в любых прицелах регулируется окуляр под глаз потом в комплекте у нас ведут такая щетка для чистки для протирания стекол тоже удобная вещь с этой стороны тоже она на ощупь такая приятная и с этой стороны то что есть можно стекла протирать линзы потом в комплекте очень такой приятный бонус в других прицелах и такого не видел набор для установки прицела то есть чтобы его сразу вывести на уровень когда мы будем устанавливать это покажу в общем по распаковке все больше ничего нету вот такой прицел трубу забыл сказать 34 не 31 дюймовый именно 34 она больше комплекте вот этих пальцев сейчас все это будем устанавливать и плюс да за на каждый на каждое кольцо ставят еще и запасные винты плюс шестигранник кольца высоких раз для нашей арки будет регулируем это расстояние от глаза до окуляра чтобы нам было максимально комфортно чтобы нам не приходилось вперед назад не двигаться и плюс ко всему вот этот приклад который позволяет нам меньше вот эти движения делать можно и плюс еще прикладом тоже отрегулировать зависимости вот так то что я говорил в комплекте есть это условный такой уровень то есть не используя уровня здесь и на прицеле можно без проблем отрегулировать то есть на низкие эти кольца вставка есть на высокие вот как раз нам вот это подходит для чего нужно вот эти завалы прицел вот у нас прицел завален чтобы так не учиться мы вот берем вот эту штуку ставим на оружие у нас вот это дно целого аналог пуска ровно то есть ставим сюда этот треугольник и вот все то есть показываю еще раз вот у нас прицел завален с помощью вот этой вещи банки все мы его выставили ровно вот на сетке смотрю шикарно ровно по уровню все стоит не убирая теперь затягиваем кольца чтобы у нас все так мы завершили установку прицела все четко села из еще дополнительных аксессуаров к прицелу вот такая ручка для удобного переключения кратности очень удобная вещь плюс еще есть бленда сейчас мы его сюда прикрутим это защита от солнца от бликов то есть это снимается здесь резьба и на резьбе устанавливается бленда дополнительно плюс еще вот такая резиновая крышка это уже сюда когда мы это снимаем дождь там снег чтоб все это сюда не попадала можно без проблем закрыть немного расскажу про оружие второй у нас подопытные сегодня который будет обозреваться это карабин r710 курбатов arms российского производства это арка грубо говоря арка в калибре 308 винчестер вот он вот такой магазин зарядный в комплекте плюс сюда подходят магазины все магазины по типу r10 платформа ствол толстый матчевый 620 если ошибаюсь или 510 напишу вот здесь в углу будет потом на оружие стоит банка аир мастер газоразгруженная они то есть не газоразгруженная просто аир мастер планка пикатинни цевио то есть она от начала до конца единая шина используется рукоятка стандартная по типу м4 приклад макпул ctr труба курбатов arms труба мил спек должен нет не мил спек а ком спек то есть диаметр большой патроны использовать будем а барнаул забыл сказать ствол хромированный хромированный ствол он нам позволяет стрелять патронами с пулей из не там пока а вот обычный биметалл без проблем можно стрелять на срезе ствола резьба 5 8 на 24 стандарт под r10 на эту резьбу множество есть стульных устройств банок без проблем все устанавливается патроны с этого карабина хорошо полетели 10 и 9 грамм патроны кстати друзья и и оружие покупалось в оружейном магазине стрелок город махачкала обращайтесь это у нас можно сказать оружейный центр все там можно купить и патроны и оружие это оружие примерно стоит около двухсот восьмидесяти тысяч рублей в этом же магазине можно все это купить стрелять мы теперь будем на дистанцию 100 метров для начала мы пристрелку сделаем а дальше у нас будет уже стрельба план сегодняшней стрельбы проверить прицел и само оружие то есть показать кучу из оружия и прицел как он держит все это патроны будем использовать эти не делаем несколько серий на 100 метров и несколько серий у нас вот дальняя мишень у нас наш товарищ устанавливать эти мишени 200 и дальше 300 на оружие стоит стоят сошки реплика харрисов на цве есть планки м-лок то есть на всю длину снизу сверху с той стороны можно устанавливать всякое оборудование мы сделали пристрелку на сотку в ноль у нас попадает теперь делаем 4 выстрела теми же патронами 10 9 на 100 метров для специально буду лежа потому что со стола неудобно у нас вот такие условия чисто ближе к боевым у нас жара конкретно так прям солнце в лицо светит и вот это бленда она позволяет задержка на последнем патроне так у нас четыре выстрела есть пойдемте смотреть помещение то что касается пристрелки примерно барабанчики вывел вот сюда стрельнул вот у нас пуля одна пуля правда в землю попала и она утюгом заплетела потом попал сюда целясь вот сюда оружие закрепил так чтобы она не болталась у меня просто сетку вы вывел сюда вправо и вниз потом сделал контрольный выстрел вот он был вот и вот все в центре то есть несколько выстрелов и у нас прицел прострелялся чуть раскидал это оружие у нас стреляет меньше минут иногда было два с половиной но средняя кучность 33 с половиной сантиметров этим патроном самым дешевым кучность у нас составляет по дальним 5 и 3 5 сантиметров стоит повторить и перейти уже на большую дистанцию сейчас вижу кучность чуть лучше уже итак продолжаем решили стрельнуть и на 200 а сразу на 300 метров я делать поправки не буду просто посмотрим и оценим падение пули насколько она падает в сравнении со 100 метров так на кратности 12 даже все шикарно видно честно говоря даже можно приблизить давайте пускай 15 у меня плюс еще до 25 10 крат еще можно добавить вообще то что касается от кратности обычно бывает говорят китайские прицелы обманывают здесь реально как будто все на самом деле как есть шикарно видно параллакс параллакс сделан цена одного клика это забыл сказать один брат в мрадах все как положено как у нормальных пациентов то есть один клик у нас на 100 метров один сантиметр двигает соответственно 202 и на 303 сантиметра так на 100 метров и на 200 метров отлично видны попадания давайте попробуем сейчас на 300 метров из-за жары и марева на стол нагрелся и все у нас будет чуть-чуть там что-то видно но не так так у нас там метровка вторая серия нарисовал новый круг мы подкрутили газблок чуть поменялось у нас место где я лежал и стп чуть-чуть можно сказать на сантиметр шел левую сторону так бывает это не ошибка или там косяк прицела если косяк прицела был бы у нас кучность раскидалась бы но кучность все на месте держится в этот раз лучше пострелял 4 выстрела и совсем рядом 1 меньше 3 сантиметра 2 и 8 мы стрельнули на 300 и так мы на дистанции 300 метров покажи пожалуйста а то бывают люди которые не верят вот там где машина стоит белая стреляли оттуда вот тогда самолет тоже приземляется вот у нас мишень я знал то что пуля упадет но она не настолько поэтому целился вот сюда в голову вот у нас точка была я целился вот именно сюда вот у нас насколько упала но кучность заметьте очень достойная кучность сколько здесь сантиметров десять может будет по дальним одиннадцать одиннадцать с половиной у нас на сотку то есть на 300 метров одна угловая минута это получается вот девять сантиметров если вот так было бы то это считалось бы минута 320 метров здесь здесь 320 метров даже не подсказали ну грубо говоря скажем один и один один и два кучность 11 сантиметров на 300 метров падение тоже посмотрим для интереса целился в центр пуля у нас упала на 60 сантиметров если по точке брать на 300 метров именно с этим патроном пуля падает но кучность друзья лучше в сравнении карабин тигр кто мой канал смотрит подписан я стрелял аналогичное оружие полуавтомат такому же почти калибре у меня кучность нам на такую дистанцию от 15 до 20 сантиметров раскидывал иногда бывала самая хорошая кучность это 12 сантиметров это очень редко было сам карабин система и патрон самый дешевый друзья самый дешевый патрон можно стрелять заводский не заводским а вот хорошими импертными пулями гильзами порох использовать подобрать длину навеску все можно результат еще лучше сделать но лучше чем 10 сантиметров не знаю куда еще лучше для такого кариба карабина не болтовик а именно пол автомат сегодня постреляли с этого аппарата с этого комплекса прицел не разболтался он держится то что касается вот стекол и кратности честно говоря меня этот прицел удивил у меня есть на другом карабине прицел хавк там ну в прицел вроде бы брендовый английский но вот я сравниваю сейчас даже на 25 я вообще не ставил даже на 300 стреляли стрелял на десятки это 100 метров и на 15 на 300 метров шикарно все видно даже даже на десятку можно ставить и на 300 стрелять очень четко все видно при целом доволен единственный его минус это конечно же учитывая такую комплектацию прицела это его размер и вес он тяжелый для чего этот прицел можно использовать для вот таких стрельб тренировочных тактических для соревнований там выступать кто не хочет там несколько сотен тысяч отдавать за прицел вот вам вариант держит отдачу без проблем сами все видели отдача куча все держится по цене точно не скажу я оставлю ссылку где можно купить и плюс еще друзья те кто мне отправили прицел они дают промо код для моих подписчиков будет промо код вот здесь на экране и будет в описании и в комментариях закрепленных то есть вам будет скидка если вы перейдете по моему промо коду будете заказывать не только этот прицел а именно их не сайт discovery там у них вся линейка выставлена можно выбрать по ссылке придете обязательно посмотрите прицел шикарный он меня устраивает единственный минус как я рассказал это вес и его длина но без этого тоже не обойтись то что касается карабина тоже честно говоря понравилось я например его примерно сравниваю с тигром то что у нас есть системы мы имели дело в разы лучше кучность эргономика все лучше здесь не нужно кронштейн и докупать приклады ставить на тигре если все это делать 100000 минимум нужно вложить на тигр чтобы он более-менее стрелял в минуту стабильно даже полтора минут вот патрон 308 сами видели мы не использовали какие-то там дорогие патроны собранные на импортных комплектующих самый простой патрон который имеет максимальные погрешности навески пули в диаметре пули все это стабильно работает до полторы минуты этот карабин отлично стреляет ствол 510 312 ствол вот до сюда он до газ блока толстый достаточно толстый мы вот темпы востребляли мы оружие максимум там на 3 или на 5 минут оставляли остывать в кучу он держит с проблем установив сюда банку можно обезопасить свой слух вот данный момент такая банка стоит титановая аир мастер можно любую другую банку поставить которую вам по душе оружие ну не такая легкая конечно как ар-15 здесь 20 этим калибре но стрелять позволяет так лежа там машины со стола для тренировок кто-то для охоты использует калибр все это позволяет надеюсь было информативно какую-то пользу вы будете извлекать этого видеоролика переходить обязательно по ссылке и не забудьте указывать промокод всем до новых встреч